Добрый день, уважаемые дамы и господа, коллеги. Вашему вниманию представляется некоторое сообщение о современных технологиях, управления проектами. И это сообщение будет перекликаться с тем предыдущим материалом, который вы уже сегодня слышали. И речь пойдет, конечно же, о бизнесе, о проектах, об IT. Ну и поскольку представители бизнес-школы и об образовании тоже. Ну, первоначально хотелось бы акцентировать внимание на том, что целью доклада есть просто проинформировать о тех современных методологиях управления проектами, которые сегодня доступны, используются на Украине. В Украине и дать оценку этим методологиям и показать их практическую применимость, возможности, что ждет нас впереди. Традиционный подход к управлению проектами, как мы занимались автоматизацией. Дело в том, что я тоже по первому образованию, как тут было сказано, программист. И принимал участие в разработках очень серьезных таких систем, связанных и с искусственным интеллектом. Некоторые из них даже были приняты типовыми еще союзным Минэнерго. Традиционный подход базируется на том, что мы видим, у нас есть всегда проблемы со временем в плане реализации в проектах. Мы видим, что есть целый набор информационных технологий. А сегодня нужно сказать, что для управления проектами доступны 5000 информационных технологий. Какую из них выбрать, в общем-то вопрос. Хотя, в общем-то, можно и какие-то вещи упрощать. И брать то, что наиболее востребовано сегодня на рынке. В данном случае мы видим объекты и рычаги управления. То, чем мы воздействуем на проект. Достаточно это сегодня или нет? Да, вот с этого начинают, когда говорят о проектах, пытаются что-то внедрить и так далее. Однако, такой подход обречен на провал. Потому что не учитываются факторы, которые требуют особого внимания. И сегодня, ведя подготовку IT-директоров в бизнес-школе, кстати, вот 3-го числа будут защищаться. Одни из передовых таких IT-директоров магистровские работы защищать по программе MBA обучения в бизнес-школе. Вот мы обучаем и видим, что вначале, конечно, мы должны видеть видение развития компании. Какие задачи стоят перед компанией. Затем формируются критерии, а уже потом формируются проекты, программы. То есть, мы говорим о некоторых стратегических таких подходах. То, о чем говорилось и в прошлом докладе. И именно этого, мы считаем, не хватает сегодня IT-директорам. Этого видения, этого понимания. И, в общем-то, потребности бизнеса, как мы говорим. В этом плане мы говорим о стратегии управления проектами. И в данном случае я сейчас представлю 6 шагов, которые себя, в общем-то, оправдали. Вот вы видите фотографию нашего, как бы, Олимпийского стадиона. Проект, который выполнялся 4 года. И, ну, наверное, не секрет, вы знаете, это на конференциях обсуждалось даже. В процессе обычного административного управления за год проекта, проект оставал на 7 месяцев. Нормально, значит, евро, нужно было забыть о нем и так далее, и так далее. Начали внедрять управление проектами. Пс колес, сходу, в динамической такой среде. Третий год, оставание ноль. Время. Понятно, это ресурсы, это все. Но, причем это было достаточно, мы называем, не сверхвысокие технологии, это тупое, вот, обычное применение, обычный стандарт в управлении проектами. Процессный подход в управлении проектами. Поэтому было оценено, что вначале, конечно, нужно понимать стратегию нашего проекта, стратегию компании, которая, в общем-то, базируется, как видение на 4-х таких блоках. Это понимание клиентов, понимание финансов, понимание бизнес-процессов и понимание нашего персонала, перспективы, мотивации, обучения и так далее. Вот такова, если стратегия будет, то дальше уже можно эту, на втором шаге, стратегию разбивать на ряд показателей. Тут цветом определены, какие блоки стратегии выделяются, и потом, как этот цвет помогает нам использовать вот такие иерархические модели, построение карты показателей. Далее мы понимаем, что третий этап, это нужно все эти показатели адаптировать к организационной структуре. Это кискодирование стратегических целей до уровня подразделений, сотрудников. Ну и в дальнейшем, видите, опять-таки требуется автоматизация. Это и документ оборота, о чем сегодня говорили, системы такие есть, в чем они уже сегодня адаптированы под управление проектами, под информационную технологию управления проектами. Конечно, следующий шаг будет связан с то тоже, о чем говорилось сегодня, технологии, которые позволяют описать бизнес-процессы. Причем мы ушли уже, скажем, от достаточно сложных систем, которые, скажем, АРИС, БПВИН. Сегодня уже для простейших предприятий, для простейшего бизнеса можно даже визию использовать для описания, хотя бы хоть приблизительного описания этих процессов. Потому что дальше, в общем-то, все это нужно распределять по подразделениям организационной структуры. Ну, какие-то примеры я показал. Далее мы видим, что используется вот эта формализация бизнес-процессов. Она нужна для построения когнитивных моделей, вот этих вот связывающих элементов, для сотрудников, для подразделений, которые принимают участие и имеют отношение к проектам. Вплоть до шестого шага, когда у нас появляются уже регламенты и какие-то документы, по которым можно судить и о бюджете будущих проектов, и его вклад в эту будущую стратегию. Ну, это вот такой традиционный подход, хотя он был выверен, он был предложен, и он показал свою эффективность. Проекты сами по себе это хорошо, даже если задание какое-то есть, или национальная программа, все-таки видение стратегии, вот таких формальных параметрах, оно, в общем-то, является необходимым. Далее мы основываемся на некоторых стандартах, которые сегодня используются в Украине. Их действительно сегодня несколько уже. И 10 лет введя обучение в магистратуре по управлению проектами, опять же, вот неделю назад мы выпустили 20 магистров по управлению проектами. У них сегодня есть возможность и кандидатские, и докторские диссертации защищать, есть советы, вся инфраструктура в Украине уже 10 лет как создана, ну, даже больше, и работает. Один из первых стандартов, который появился в Украине, это вот Пимаевский стандарт, Project Management Institute. Сегодня это четвертое издание. В 96-м году мы перевели это руководство, расход знаний на украинский язык. Это вообще была первая такая книга стандартов в Украине, 96-й год. Сегодня вы видите четвертое издание, готовится пятое. В чем особенность этого стандарта для управления проектами? Видеть достаточно название, посмотреть, проекты. Уже не видны, не совсем видны программы проектов, то, что для бизнес-предприятия является очень важным. И не виден портфель проектов, что с ним делать и как с ним управлять. Да, это стандарт, вот тут на слайде показан, имеет пять групп процессов, всего процессов 42. Если даже подходить с точки зрения автоматизации для управления проектами, все эти процессы автоматизировать, проект, наверное, закончится раньше, чем мы все это сможем сделать, даже в рамках одного предприятия и достаточно небольшого. Опыт показал, что да, стандарт 42 процесса, все равно 3.30 достаточно, чтобы проект был успешным, если мы их видим, если мы их понимаем, если мы понимаем взаимосвязи. Но опять-таки стандарт 42 процесса, достаточно как бы непростой, но осваивая его на протяжении 10 лет, именно этот стандарт был применен для реконструкции, проекта реконструкции Олимпийского. Вот простейший как бы момент, но показывает свою эффективность. Неудобство, я сказал, это, в общем-то, не совсем внимание, как проекты переходят в программы проектов, как связаны программы, как это все в бизнесе работает, и вообще о стратегии в этом стандарте речи нет. Но как бы наметки есть на программы, на портфеле проекта, возможно, 5-е издание, обычно, вот, ждем в 2012 году, 5-е издание, возможно, оно появится. Опять-таки, это, видите, глобальный стандарт, это американский институт, ну, в общем-то, он принят во всем мире, и это тот язык, на котором можно общаться, ну, в общем-то, всем и проектным менеджерам, и бизнесу, понимая этот механизм, как это работает. Вот этот стандарт, мы разработали вот дорожную карту проекта, это формат А0, его можно вывесить, видите, на украинском языке, в общем-то, для проектных менеджеров, вот, как в детской игре, бери фишки, шагай, шагай, и постепенно можно, вот, это карта достижения успеха проекта. Ну, далее, следующий стандарт, который сегодня тоже уже на протяжении 10 лет работает в Украине, он, в общем-то, можно сказать, альтернативный, в некотором смысле, это Международная Ассоциация Управления Проектами. Она работает через своих представителей, есть Российская Ассоциация Управления Проектами Украинская, Забежанская, Петлотийская и так далее, и так далее. Основная концепция, которая предлагается для управления проектами, это модель глаз, вы видите на этом слайде, в общем-то, предполагает наличие компетентностного подхода. Компетенция к кому применяется? Персоналу. То есть, понятно, что если первый стандарт был на процессе сориентирован, то здесь речь идет о сертификации персонала, который обладает вот этими компетенциями, ну, а технические компетенции, они, в общем-то, довольно-таки плотно совпадают с ямайским стандартом по управлению проектами, там, где мы говорили о процессах. Тоже собой представляет компетенции, и это модель NCB, National Competence Baseline, соответственно, есть международная компетенционная модель. Ну, вот так выглядят компетенции. Если там мы видели 42 процесса, здесь даже техническая компетенция, 29 компетенций показано. В общем-то, по этим компетенциям, как я сказал, проводится сегодня сертификация, международная сертификация. Далее у нас идут поведенческие компетенции. Понятно, что менеджер должен работать с людьми, а не просто где-то там закопался, и его никто не видит. Ну, и понятно, что это уже контекстуальные компетенции. Здесь мы видим проектно-ориентированное управление, программно-ориентированное, портфельные компетенции. То есть мы понимаем, что стандарт более прогрессивен сегодня, и, в общем-то, вся Европа этим стандартом пользуется для управления проектами. Единственное, что в 2000 году было подписано меморандум о признании сертификатов IPMA-евских европейской ассоциаций и PMI-ской американской ассоциаций. Хотя это разные и даже чем-то конкурирующие ассоциации, но эта конкуренция идет на пользу, появляются новые версии стандартов. Более прогрессивные, скажем так. Еще одна ветвь стандарта в области управления проектами была предложена англичанами. Сегодня я знаю несколько предприятий в Украине, которые эту модель для управления проектами используют. Это семейство стандартов PRINCE. Понятно, что по расшифровке PRINCE-2 это управление проектами в контролируемом окружении. Очень важный такой интересный подход, когда мы понимаем, что окружение очень сильно влияет на проект, и не только технологии внутренние, а и связь с внешним миром, с бизнесом, в частности, со стратегией, позволяет проекты делать более успешными. Что использует система PRINCE? Ну, нужно сказать, что она действительно разработана была в Англии. Я сейчас покажу историю развития этой системы. Сегодня это национальный стандарт Англии по управлению проектами. Вы спросите, какие проекты? Тут показано, что, в общем-то, обобщенные, какие-то модели используются, но основа была IT-проекты, информационные технологии. Конечно, культура IT Англии и Украины, наверное, не совсем совместимы, но есть сегодня, в Газхово, попытки использовать этот стандарт в IT-технологиях, вот именно в IT-проектах, для проектно-ориентированных компаний. Ведь это интегрированная система, интегрирует различные области знания, экономику, IT, бизнес, производство, если мы так говорим уже более конкретно. Ну, и использует, самое главное, структурированные методы. Все структурируется. Риски структурированы, коммуникации структурированы, значит, продукт структурирован. Ну, и понятно, что процессы тоже структурируются в виде иерархических таких систем. Вот история и основные характеристики создания системы PRINCE. Сегодня, видите, доступна пятая версия PRINCE. Наши коллеги ездят учиться этим технологиям в Польшу, ну, скажем, совсем недалеко. Но вместе с тем можно зайти на сайт вот этого агентства, которое занимается этим стандартом по управлению проектами. Они каждый день по всей Англии проводят тренинги, мастер-классы и вот продвигают этот национальный стандарт. Ну, два слова об этом стандарте, что он собой представляет, или причины его разработки. Вот тот перечень вопросов, которые авторы утверждают, что побудили разрабатывать не брать стандартную систему глобального стандарта по управлению проектами, а подводить вот какие-то свои особенности. Самое главное, что стандарт управления проектами PRINCE-2 рассчитан на продукт. Он ориентируется на продукт. Если мы видели IPMA-вский стандарт на компетенции на проектного менеджера, IPMA-вский на процессы, то здесь идет ориентация на продукт, что очень тоже важно для IT-сферы, но опять же-таки фокус виден на заинтересованной стороны в проекте, на окружении проекта и обучении на опыте. В чем делается акцент на лучшую практику, которую можно интегрировать с помощью петчмаркинга, вот, скажем, технологии управления проектами в этой среде. В качестве основных документов, которые использует PRINCE-2, вот тут на этом слайде показано, конечно, это базовые процессы планирования, план интеграции, планирования проекта, планирования команды проекта, ну и планирования, а точнее отслеживания фактического исполнения проекта, ну и все это, видите, связано с управлением проектами, отчеты, текущие отчеты. Очень важно, что они отсутствуют в других стандартах, это управление границами проекта. То есть, по сути, речь идет об управлении конфигурацией. Понятно, что это тоже конфигурация, присущая IT-проектам, и вот это распространяется на другие сферы, в которых используется управление проектами. Как я уже сказал, вот это агентство, Центром компьютера and technology agency, вот именно оно разрабатывает и внедряет стандарт на уровне правительственных учреждений, то есть на уровне государства. Я говорю о том, что частные компании также это используют. Мы видим жизненный цикл проекта, который, в общем-то, из пяти фаз состоит, и довольно-таки значительный жизненный цикл продукта, который зарождается идея, и аж до утилизации. Понятно, что тут речь идет о IT-продукте. Ну, пока нет данных, как это, скажем, в строительстве используется, или в проектах маркетинга, развития, но в этих проектах это используется. Мы видим, что такой подход базируется на миссии, на стратегии в программе, на операционных процессах, на бизнес-процессах. Все это интегрируется, и вот конфигурация, это облако, которое создается, важно им тоже управлять, потому что здесь затраты, здесь бюджеты, и так, чтобы не выйти за определенные бизнес-характеристики компании. Ну, и с точки зрения функций управления проектами, если IPMA-овский стандарт содержит 9 функций управления, 3 компетенции в IPMA-овском стандарте, то принц использует вот следующие 8 таких функций. Опять-таки, сегодня говорилось о рисках, мы их видим, управление стадиями жизненного цикла, что тоже очень важно, контроль и мониторинг, планирование, организационные структуры, это все тоже вещи, которые находятся в поле зрения проектного менеджера. Ну, а внутри показаны вот эти вот 6 основных групп процессов, которые используют стандарты принц. Ну, и вопросы качества. Мы не видим здесь закупок, поставок, контрактов, коммерческой функции, но, тем не менее, это вот, наверное, характерно для внутренних проектов. Следующий, четвертый стандарт, который сегодня используется на Украине и достаточно, в общем-то, интенсивно пытается внедрить, это японский стандарт, P2M, так называемый. Вот я, как бы, сфорафирован с Хироши Танака, это президент Японской ассоциации управления проектами, в свое время это, ну, как бы, определенный, один из самых лучших в мире проектных менеджеров по управлению проектами. Очень большие, очень серьезные проекты на его счету. Сегодня он уже два года работает в Киеве, последний мастер-класс его состоялся в январе месяце, ну, и вот его в шутку называют «хороший Танако». Он уже, наверное, больше в Украине, чем в Японии находится. Однако он также управляет программами проекта, продолжает управлять, есть консультантом правительства. У них три больших, вы знаете, таких, ну, трагедии, что ли, катастрофы. От природной началась энергетическая, потом экономическая. И вот с подходом P2M прогнозы за три года они восстановятся, ниже тем, как другим странам нужно десятилетия, чтобы эти вещи как бы возобновиться. В чем суть подхода P2M? P2M – это программ and project management. То есть речь идет, то, что сегодня тоже поднималось уже, об инновационном подходе, инновационных программах. Два года этот подход в Украине внедрялся в Министерстве финансов Украины. Вы, наверное, знаете, есть, я вам открою, не может, секрет, если знаете, хорошо, не знаете, я расскажу. Министерство финансов Украины имеет свой виртуальный университет. На виртуальном университете выложен стандарт P2M для Министерства финансов. Он доступен, его можно скачать. И все презентации по P2M там тоже на этом сайте есть. Ну, центральная, конечно, это вот эта башня. Ну, японцы, китайцы любят башни такие, всякие пагаты. Вот интересно для нашего съезда, для нашего собрания, мы видим, что основой для управления проектного и программного управления – это сообщество, применяемое вот методологией управления проектами. Причем японцы оценивают это 2-3 тысячи человек должно быть в сообществе, чтобы это все как бы сработало на уровне государства. Мы видим, что области знаний, которые внизу показаны, они, в общем-то, совпадают с PMA-евским стандартом. Ну, и понятно, что, насколько Хироши работал в глобальных проектах, он эти стандарты использовал. Но красненьким, треугольничками красными, показаны именно отсутствующие элементы в этих западных технологиях. Именно в западных стандартах по управлению проектами. Что мы видим? Понятно, поднимается от общества, которое, в общем-то, в японском языке, это называется БА, вот такое слово. Но, опять-таки, можно об этом более подробно поговорить с Хироши, он часто гость в Украине. И далее идут, вы видите, такие вещи, как управление стратегиями проекта, управление системами проекта, управление информационными, информацией проекта. То есть вот тоже достаточно важный элемент. Но поднимаясь вверх, мы видим уже управление программами, опять-таки, там миссия, причем используются методы профилирования миссий, и привязки миссий к конкретным подразделениям, задиресованным сторонам. Опять же, таки, используется уже архитектура программы, и, соответственно, управление архитектурой, стратегия программы появляется, реализация. И, если принц основан, в общем-то, фокус его, так или иначе, лежит в области продукта, то вот фокус управления программами B2M – это ценности. Используется ценностный подход. И что есть ценность для предприятия? Вот такой проект возникает, такая программа появляется, и, в общем-то, ценность – это не только прибыль, как оно принято обычно называть, хотя value, в общем-то, переводится как вот такая возможность предприятия расти и расширяться. И в этом смысле Хироши издал книжку, вот фрагмент, обложку книжки я могу показать вам. Она, в общем-то, у меня есть. Управление инновационными проектами и программами. на основе системы знаний B2M – Program and Project Management. Сегодня эта книжка на русском языке. Вы видите еще господин Ярошенко в авторах. Это бывший экс-министр финансов Украины. К сожалению, это все, к счастью, наверное, было внедрено в управление проектами Министерства финансов. Это одно из центральных министерств, как вы понимаете. Все финансы шли через программы, контролировались. И через виртуальный университет было обучено, ну, несколько тысяч человек. Это на дистанционной форме, в общем, экзамены. Экзамены, билеты, тесты вывешены тоже на сайте, можно пройти, себя даже протестировать, насколько вы проектный менеджер или менеджер программы. Была проведена дистанция, много сотрудников было уволено, но и тот штат, который набран, он, в общем-то, является перспективой. Еще одной особенностью этого подхода является управление проектами, программами в турбулентном окружении. Турбулентная. Сняли министра финансов, сейчас другой, его опять-таки сняли. Там идет вот такая чехарда, турбуленция, но персонал, в общем-то, остается. Если уже его не поменяют, то тогда это еще может выжить. Сегодня это, наверное, единственное применение на центральном уровне. Ну, есть масса видеоматериалов, и, в общем-то, за этим считается достаточно перспективный такой подход. Вот, но не так-то просто с этой культурой японской справиться, понять. Скажем, вот эта книжка, по мнению авторов, пока готовилась. Это уже второе издание, но от первого до второго прошло 36 редакций. Что там написано, понять, предложить на наш язык, довольно-таки непросто. И с автором этой концепции, в общем-то, можно только обсуждать и понимать, как же это у нас может быть. Ну, такая адаптация, как бы, произошла и стандарт выпущен уже. Ну, и в чем особенность, опять-таки, этой перспективы? Управление проектом, скажем, одного из экологических домов. Вот прописаны системы, можем в одном проекте это все понять. Но фокус ставится на программы развития экоразумного сообщества, IT-сообщества и так далее. Эти методы на протяжении 20 лет показали свою эффективность на опыте Японии. Ну, вот, сейчас были попытки сделать это в Украине. Ну, и ключевые концепции ПТОЭМ, в общем-то, мы так понимаем и верим, что это будущее. Сейчас уже и Россия занялась таким подходом, и особенно, когда вопросы стоят инновационных технологий, инновационных проектов. Мы видим здесь решение комплексных проблем. Очень интересно, что подход или стандарт используют производство, используют именно инженерию знаний. И это есть основа. Поэтому инновации в производстве, это очень важно для этого стандарта. Опять же, таки, видим миссию. И очень интересный подход, они называют Геликоптер Вижн. То есть, поднимаемся на высоту птичьего полета и смотрим на наш проект, на его окружении, куда он движется. Это как разведка во время войны, воздушный шар. Мы видим, что там уже как бы нет противника, можно идти. Или наоборот, там какие-то укрепления, что-то там есть, нужно какие-то специфические вещи применять. Здесь уже я говорил, а федитура программы, ценности, сообщество практиков, ну и расширение границ управления проектами. То есть, стандарт есть, но это как бы даже не рамки, это направление. А уже конкретное содержание нужно адаптировать под конкретные внутрифирменные стандарты, применяя и разрабатывая технологии управления, эффективным, успешным управлением проектами. В чем секрет, все-таки, вот этих технологий? Хотя мы и говорим сегодня об информационных технологиях, но вот по мнению, как бы, компаний Volkswagen, Coaching, они, в общем-то, говорят о том, что технологии это все 5%. Да, сегодня это серьезные моменты, но если они организационно не подкреплены, если бизнесом не связаны, если нет поддержки высшего руководства, именно дирекции, директората, и практически не используется, то, в общем-то, это только какая-то теория, какие-то методологии, в общем-то, успеха здесь не будет. Ну и для предприятий мы видим тоже, это из интернета я взял, вот такая статистика, что дает управление проектами организации сегодня. Ну, повышение качества сервиса, изменение или обеспечение трансформации бизнеса на основе новых технологий 18%, реструктуризация, новые знания, капитализация и так далее. Ну, собственно, вкратце все такие моменты. Как режиме можно сказать, что действительно сегодня стандартов много, но я вам скажу, что есть предприятия, которые вообще никаких стандартов ничего не знают, так просто внедряют и просто ужас, что там происходит. Хотя, есть, конечно, командное управление, есть давление, как-то выжимают определенные показатели успеха. Ну, в общем-то, нужно, наверное, использовать технологии, адаптировать, но не изобретать велосипед, поскольку уже все это давно отработано и показало свою эффективность. И все, спасибо. Вы выбрали, ну, как, я показал разные альтернативы. Скорее выбирают, наверное, пеймаевский стандарт, пеймбок, body of knowledge, который почему-то называют буком, хотя, в общем-то, это книга. ПТМ наиболее прогрессивный и наиболее инновационный стандарт, используют инновационные технологии. Что лучше, ну, наверное, покажет практика, пока двухлетний опыт использования ПТМ есть в Украине. Но, опять-таки, ПТМ все-таки, там есть свои подходы к определению проекта. Проект – это создание ценности. Если ценность – это что-то, то проект у вас есть. Своё понимание и, в общем-то, оценивая все, как бы, стандарты, которые есть, считаем, что, в общем-то, опыт Японии в этом плане, он, в общем-то, достаточно показательный есть. Хотя, японская культура – это не украинская культура. И управление, и организации, и даже на уровне государства. Но пока нет опыта использования на одном предприятии или корпорации. Вот это всё-таки такой правительственный, глобальный уровень для Украины. Но считаем, что, поскольку вот это связано с бизнесом, и всё это синтегрировано, это более перспективно, как бы, для Украины в том числе. Я думаю, что это ещё покажет свою эффективность, потому что базовые и майевские стандарты, они, в общем-то, там заложены. Это всё используется. Только есть расширение, вот, что я в докладе показал, и это, на наш взгляд, является более перспективным. А какие были, будем говорить, проблемы при адаптации этой методологии ведения проектов у нас в Украине? Ну, скорее, наверное, вот, культурные аспекты. Потому что, ну, почему-то, когда в Минфине внедряли, ну, понимание было, не надо. Издали массу книжек, инструкций, никто их не читал. Ну, понятно, зачем же тогда всё это сделали по-другому. Ввели аттестацию, вот, на сайте тест, даёшь, занимаешь, даёшь, нет, идёшь, учишь, и так далее. Что понимание? Возникли вопросы, начали использовать. И, в общем-то, достаточно эффективно. Только за прошлый год 200 проектов проходило по Минфину. Мы даже не знаем, Азаров иногда, пример, говорит об этих проектах. В этот год, значит, там дороги какие-то, но в этот год и евро. Сейчас вот что-то возникли моменты, связанные с дефолтом Украины. Сложно сказать, как это пойдёт. Может, сегодня связано с переградом по правительству. Но, тем не менее, я думаю, к этому вернуться, потому что, ну, критическая масса создана людьми. Порядка 60 тысяч человек за два года обучили. Это серьёзно. Это Клерково, это по всей Украине, по всем регионам. Вот что значит интернет-образование. Но, опять-таки, эти стандарты можно всё-таки взять, пока они ещё есть. Для министра новые, человек, дети придёт буквально за месяц. Может, там что-то и поменяется, но университет такой есть. И вот они и бюджетный кодекс, и таможенный. Всё проходит обучение через этот университет, тестирование и так далее. Поэтому, на наш взгляд, вот я, в общем-то, был 7 лет директором ассоциации управления проектами. Поддерживаю связи сейчас с президентом ассоциацией. В общем-то, Украинская ассоциация продвигает ПТМ на Украине. И, в общем-то, один из инновационных подходов. Управление, которое поддерживает инновационные подходы. Такой вот вопрос. Можно ли рассматривать организацию, ну, любую коммерческую, как большой проект? И возможно ли применение вот этой методологии для вообще развития организации и получения, то есть, результатов и целей? Я думаю, да. Только это будет небольшой проект, это уже будет программа проектов со своим вектором, со своими экономическими показателями, со своими целями, со своей стратегией. И отслеживание до стратегии показателей будет понятно, куда мы будем или нет, да. И в этом большой программе будут целый ряд проектов, которые будут активизироваться, тухнуть, и тут уже придется выбирать, исходя из тех ограничений, прежде всего финансовых, которые возникают в рамках этой компании. В этом случае это уже будет, конечно, проектно-ориентированная компания, где весь бизнес идет через проекты, то есть, отслеживается и управляется. Не так просто, что там есть земельный участок, давай возьмем, а дальше посмотрим, что там с ним будет. В крайнем случае, продадим. Это возможно сделать, в принципе, все методологии на это рассчитаны, но если это инновационное предприятие, то лучше все-таки брать вот такие вещи, связанные с ПТН. Хотя там тоже все неоднозначно, и нужно понимание, переварить, чтобы все это правильно использовать. Спасибо. Мы останемся все без обеда и бескорее. Спасибо. Если можно, маленький вопрос, потом маленький комментарий, если есть время. А рассматривается ли у вас какая-то специализация этих стандартов к отдельным предметным областям, например, управление именно IT-проектами, а не вообще чем-то? В рамках бизнес-школы, я не сказал, наверное, нужно так объяснить, что мы проводим. У нас есть как бы две магистрские программы, кроме тренинга, кроме консалтинга и разрабатываемых проектов. Обучение в рамках управления проектами, магистрская программа годичная, и двухгодичная программа MBA, которая выходит на три специализации. Даже мы понимаем, что MBA – это тоже не так просто. Взагали, это как бы должна быть конкретика. Первая специализация – управление бизнесом проектно-ориентированных компаний. Вторая специализация – информационный менеджмент. MBA плюс информационный менеджмент. И третья – MBA плюс бизнес-психология. Сейчас есть предложение MBA плюс маркетинг сделать, специализацию вводить. Но пока посмотрим на кадровое обеспечение и понимание рынка, что здесь надо. Вот специализация MBA плюс информационный менеджмент – это IT-директор. Со степенью MBA этапа эти моменты рассматривает. На стандарты используются те же, да? Те же. Ну, в основном, конечно, PMI стандарт, процессный подход. То, что, в общем-то, процессный подход к управлению не только к бизнесу, там, свои бизнес-процессы, а у нас есть, например, 42 процесса, которые тоже нужно, в общем-то, упорядочивать, понимать, как они работают, регламенты иметь. И перекладывать, предъявлять особые требования к персоналу управления. Проектного менеджера, в основном, инструкции, что это, как, какова команда проекта, какие специалисты, там тоже все по бизнес-процессу. Только для управления. Можно маленький комментарий тогда? Если можно, значит, маленький комментарий на то, что, значит, не вошло, опять же, в этот доклад, но вот придется завтра тогда упомянуть на мастер-классе. Значит, вот к вопросу об архитектуре, управлении проектами и управлении персоналом, развитии его сегодня. Архитектура, факт первый. Архитектура предприятия с 2010 года, с 2011 практически, вошла как обязательная дисциплина в ядро дисциплин обучения магистров по IT, всех специализаций по информационным системам, по стандарту типовой программы, ассоциации ICM и ассоциации информационных систем. Это очень авторитетные в области международного, так сказать, образования IT-специалистов. Значит, факт первый. В этих же программах указано, что в ядро теперь обязательных дисциплин входит подготовка, управление именно проектом, связанным с информационными системами, как специальный вариант project management. Вот здесь есть некая диалектика такая. Вот с одной стороны, вроде бы есть общие абсолютно процессы project-менеджерские, и PMI, и PMI, и Prince2, и P2M. Значит, и сейчас вот в России вышло там один и два там ГОСТа, и очень-очень маленькое, очень компактненькое описание общих проектов есть на эту тему. Но не зря все-таки, вот мне представляется, ICM и ассоциация информационных систем говорят, учить надо управление проектами для этой предметной области, для SCAR. Я могу, конечно, напомнить нашего, по-моему, он в Киеве тоже неоднократно выступал, Билл Дункан, один из авторов первых редакций PMBOKA, наш партнер. Вот на одной из наших конференций, по-моему, в 2007 году, он в докладе после длинных дискуссий вообще, является ли project management отдельной специальностью. Нарисовал квадрат такой, два на два, и говорит, все дело в компетенциях, которыми обладает руководитель этого проекта, этой программы. Если там сильно технологически сложная штука, штука такая, то у него должны превалировать компетенции технические и немножко организационные. Если он сложный организационный, но простой технический, то должны превалировать компетенции организационные, вот из этого project management. Если там и то, и другое простое, то с этим справится любой сейл, сказал тогда Билл Дункан, вызвал аплодисменты в зале. Вот, значит, таким образом, да, как бы, я думаю, что тут, это момент для разговора и для следующего движения вперед. Да, все вот эти вот стандарты и давно известный, так сказать, нам японский опыт замечательный, и их подход, они очень интересны и важны. Как располагать эти процессы управленческие в техническом проекте большой информационной системы? Можем, опять же, это завтра попробовать разобрать немножко. Я хочу просто два слова буквально сказать. PricewaterhouseCoopers, его консалтинговое подразделение, которое в году в 99-м IBM купил, к тому моменту имело огромный объем методических наработок. Ну, там было выделено где-то примерно с десяток типов айтишных проектов, начиная просто от проектирования баз данных и включая Change Integration, где там и PPR, и IT, и все вместе. Для каждого из типов проектов была разработана карта процессов, причем сверху шли процессы бизнес-аналитиков, IT-аналитиков, IT-архитекторов, программистов, аппаратчиков. И внизу шел процесс управления проектом. Внизу, он не сверху сидит, внизу. Но зато все эти процессы, разделенные по стадиям, скажем, они были между собой увязаны по кому что передает. Вот этот подход, он мне до сих пор кажется настолько естественным и органичным в IT-проектах, что в сочетании с тем, что больше там сложность, организационная или техническая, вместе вот они позволят разумным образом IT-директорам сопрячь любой из этих стандартов, выбрать управленческие работы, и собрать с содержательными техническими управлениями. Он говорит, чуть-чуть не согласен. У меня есть другое мнение в одном вопросе. Значит, вы говорите, что компетенции, это из-за технических проектов, больше технических компетенций, если это, он говорит, какой-то такой больше управленческий, то управленческий. На самом деле, если существует хороший управленец, и у него есть хорошая команда, то есть все технические вопросы, будем говорить, все можно учесть и решить, так сказать, и получить нужный результат. То есть взаимодействие с командой, то есть можно максимально, будем говорить, то есть задача управленца, максимальная, будем говорить, отдача от его команды, которую он и управляет. Да, я думаю, что эти точки зрения мы все-таки уже в дискуссии.